Ну, Евгений Янович, значит, за одного еврея нынче 1027, сколько там? 1027, да. 1027 не евреев дают? Арабов дают, я бы сказал. А как же арабы согласились? Ну, арабы хотели полторы тысячи, если говорить об обмене... То есть, они еще хуже оценивают? Ну, поняли, что сейчас тут короткий промежуток, когда еще можно, а потом все полетит, и не исключено в рамках зачистки под асфальт. Еще наберется дополнительных военнопленных. В общем, как-то зачем это надо? Поэтому получено 1027 террористов. Эти люди убили без малого 600 человек, 599 конкретно израильтян было уничтожено в ходе тех терактов, за которые они сидят. В Израиле есть такое правило, человек за одного погибшего получает пожизненное. Поэтому, когда говорят, вот этого человека 5 пожизненных, 67 пожизненных, это значит, что автоматная очередь или тот взрыв, который организовал этот замечательный человек, оставило на том свете столько израильтян. И поэтому три министра голосовали против, надо сказать, все три так называемые русской партии. И один Люберман, и два генерала, которые у него, там, Буги Айалон и Ландау. Понимая, что это открывает некий сезон охоты на израильтян, и не только на израильтян. Потому что, если это успешно, то почему же, собственно говоря, тогда надо красить всех на свете. Вообще, с конца 80-х годов пошла эта практика. Израиль отказался от практики уничтожения террористов без введения с ним переговоров. Пошел политический процесс, процесс осла. Большой привет нашему Хасавьюрту. И надо сказать, что вот поэтому в государстве Израиля у силовиков, совершенно сейчас не шучу, до крайности популярен известный в России человек по имени Владимир Владимирович Путин с его фразой о том, что террористов надо мочить в сорте. Причем не у русских там силовиков по происхождению, а у любых. Ну, потому что де-факто Владимир Владимирович перефразировал тот посыл, который был высказан после Мюнхенской трагедии. Когда было сказано, идите отомстите за моих мальчиков. Ну, вот Владимир Владимирович не Голденуэр, но старая практика, старая классическая практика, которая говорит, бесполезно говорить с террористами, перевоспитывать террориста, учить террориста. Только мертвых. Его надо отстрелить и спасти тех, кого он потом убьет. И это к вопросу об очень многих из тех тем, которые у нас встречаются. А это же негуманно, ну, наверное, к нему по отношению, это негуманно. А по отношению к родственникам его жертв и его будущих жертв, это более чем гуманно. Если бы когда-то убили Басаева... Ну, просто сразу, желательно. Ну, это же был же момент, когда там захват самолета, еще давным-давно, до всего, да? Не, ну, у нас были удивительные вещи. У нас были, например, вещи, когда в Кавказе, в кавказских наших инцидентах, в различных, умудрились чуть ли не на полгода задержать Заркава и правую руку Уссана Бен Ладена в Ираке. Долго держали, ну, какой-то там араб с двумя сопровождающими. И отпустили, не знаю, за что отпустили. По деньгам он чего-то там договорился. В то время вообще это было популярно, опять же, Кавказ. Или рассказал, что он хороший. Он потом писал, что Аллах застил неверным глаза. А вообще-то говоря, тысячи человек были уничтожены этим фанатиком Аль-Каиды в Ираке. Он был особо жестоким человеком, на самом деле. Поэтому, когда вам в руки попадает террорист, ну, вот не надо вести себя с ним, как мать Тереза. Он этого не оценит. Вот пишет, спецназ еврейский не удел. Не смогли спасти Шалита, теперь... Я говорил об этом с людьми, которые еврейский спецназ. Значит, просчитали операции. Там спецоперация, его вынимали ценой приблизительно от 12 до 16 жизни спецназовцев. В жизни хамасовцев мало кого волновали. И на такого рода операции, израильское руководство, такого рода вещи вообще на уровне премьер-министра рассматривается. Оно не дает разрешений. Это инфамита. Такие вещи делать нельзя. Да, там очень высокая цена жизни. Любой тип операции, успешный, неуспешный, но даже победоносный, он всегда рассматривается с точки зрения того, там все было сделано правильно или нет. И часто увольнялись офицеры, которые провели даже успешную операцию, если это случайность, а не результат их работы. Ну, что называется, нам бы так. Мы продолжим через несколько минут. Сейчас короткие новости. Евгений Сатановский с нами в эфирной студии, президент Института Ближнего Востока. На самом деле, на Ближнем Востоке сейчас настолько много разных любопытных вещей происходит. Одну хочется сильно отметить особо. Все, что происходит вокруг движения Хамас. Известно, что много нам пеняли по поводу того, что Хамас был в Москве, пытался вести какие-то переговоры. Потом Халеда Машеля, руководителя Хамаса, когда в Дамаске был Медведев, завели к нему там, по-моему, пообедать в ресторан. Пришел президент, пришел Халед Машель, пожали руки. Здравствуй, Халед Машель, здравствуй, уважаемый человек, Эфенди Медведев. И все страшно обиделись, значит, сказали, как это так, руководители террористической организации. Не то плохо, что Хамас, конечно, террористическая организация, а, строго говоря, такое военно-политическое движение, ответвление братьев-мусульман. У каждого свои какие-нибудь террористы есть, по сравнению с американцами, которые Аль-Каиду сначала в Афганистане воспитали, а теперь ей в Ливии помогли, так это просто даже и ладно. И МИД искренне полагал, что он через это движение, наш МИД, чего-то сможет добиться, там, какого-нибудь мирного урегулирования, еще что-то. Несколько крайне любопытных вещей. Сразу скажу, ничего не добились, потому что не с тем Хамасом договаривались. Так было не с сирийским, а с полевыми командирами в Газии налаживать контакт. Когда мы попытались чего-то сделать, выяснилось, что сирийское руководство просто не влияет на ситуацию, что вполне понятно. И с ними там поэтому говорили турки, говорили египтяне, говорили катерцы. Почему Хамас сейчас обменял Гелада Шалита? Хамас снял с довольствия Иран. Из 550 миллионов бюджета годового, который у Хамаса в Газии, у них осталось 55 миллионов налогов, которые они собирают с контрабандой через туннели, с торговлей наркотиками и прочим-прочим-прочим достойным бизнесом. Которому, видимо, надо помогать флотилиями свободы, отчего эти все флотилии так курсировали вокруг сектора Газы. Потому что если легальный товар, то завози либо на КПП рафиях к египтянам, либо к израильтянам ваш ДОД. Там их проверят инспекторы Организации Объединенных Наций. Вези, чего хочешь, хоть туда, хоть обратно. Один из лучших на Ближнем Востоке золотых рынков и хорошие торговые центры. Зоопарк неплохой. Вот жирафов завезли на ДЭСе в блокированной Газе. Но на сегодняшний день Иран снял зоопарк. Да, зоопарк. Дети же там есть, в конце концов, для детей. На какие-то там вообще жизнь неплохая в блокированной Газе? Без всякой работы, денег на море. Жизнь ужасна и блокада чудовищная. Поэтому возраст мужского населения на 15 лет дольше, чем в Российской Федерации. То есть, средняя продолжительность жизни. Абсолютно точно. Там очень хорошая медицина. Деньги там шекели в блокированной Газе. Причем попытки израильтян сказать, может вы как-то, вот Центробанк, он же не для вас. Вы же не признаете нас государством. Вы, ребят, хотите нас уничтожить. А зачем вы от нас ежемесячно требуете получения суммы в шекелях на выдачу зарплату? Это вот как, опять же, электричество, вода. Ну, ответ был туманен, но, во всяком случае, очень здорово. Попытка египтян переключить. Там египетские фунты. Нет, только шекель. Шекель можно конвертировать, обменять с египетским фунтом, как-то все гораздо хуже. В общем, довольно смешно. Такой цирк на конной тяге. Но Иран на сегодняшний момент снял Хамас с удовольствием. Почему? Ведь нафаршировали ракетами, масса была. А идет некая конкуренция. Аль-Каиды и братьев-мусульман с одной стороны, и иранская исламская революция через стражи Ея с другой стороны. Как все запущено. Конкуренция идет, ну, как вот рынок такой, да. Кто будет мандаринами торговать? Вот этот человек или этот человек? А если вот та или другая ветвь победит, это что даст победителю? А рынок, опять-таки. Я действительно, вот сейчас скажу какие-то очень обидные слова, но террор – это бизнес. Причем Аль-Каида превратилась, и это просто заметно, особенно последний год-полтора, в некоторый бренд. Люди работают по франчайзингу, не только Макдональдс-картошку продают по франчайзингу. И ребята из команды Усама Бен Ладена, в том числе его преемники, они стали консалтинговые корпорации. Они не бегают по горам, они ничего особо не взрывают. Они рассказывают, как это надо делать. Они организовали переводческое бюро и великолепную работу в интернете, которая на любом доступном вам языке, в том числе на русском, на татарском, на башкирском, расскажет вам, как собрать бомбу, где ее взорвать. Выдаст вам огромный вал информации, вы, в общем, можете существовать вот в этом радикальном исламистском мире, не выходя за границу. У вас там будут мультфильмы для детей, у вас там будут рэп и рок-музыканты, прославляющие джихад. Все нормально с молодежью. Она вовсе не дикая и замшелая. Она очень современная, у нее просто свой мир. И на выходе... Это субкультура, да? Причем субкультура такая, сильная субкультура. Если посмотреть, как она развелась, люди делают свой вот исламский халифат, такой теоретически всемирный, от южных Филиппин там и до каких-нибудь кварталов Чикаго, и вполне себе успешно с этим справляются. Маркетинг великолепный, потому что очень много людей с хорошим высшим западным образованием, врачи, инженеры, бизнесмены. Вот человек жил-жил-жил, работал на корпорацию, а потом перемкнуло его, и начал он искать свои корни, и в интернете их нашел. Кто-то уходит к толкинистам, кто-то занимается КСП, у кого-то боевые искусства, это здорово, а кто-то коллекционирует бонсай, а кто-то уходит в террористы. Это здорово, это фан, это кол, как говорит наша замечательная молодня. Ну, 150 лет назад молодежи с приличных семей, она же уходила в эсеры, в бомбисты, там всякие, в анархисты. Кропотки, она что, был нищим и бедным селянином? Нет, конечно. Вообще говоря, в Компартии были большие проблемы с привлечением рабочего класса, и крестьянство, люди надо было работать, и детей кормить, и не дурью маяться. Вот на сегодняшний день... Поэтому держались за случайных рабочих, да? А, если уже ты попал, так про тебя и даже и мать напишут, Роман. Лишь бы не уходил. Да, Тиснут Роман. Извини, просто Кирилл Фиткевич пришел сообщение. Рапорт сотрудника ФСБ. При осмотре смартфона обнаружены признаки экстремизма. Функция смены режима. Хорошо. И вот правильные пчелы делают правильный мед. Поэтому я не люблю смартфоны, стараюсь не пользоваться этой техникой. А твиттеры вызывают у меня особенное подозрение, они проведены даже в высшие эшелоны власти. Так вот, продолжив про наших исламистов, все это бизнес. А давай спросим у людей, 5-5-3-3-Вести. Как вы считаете, с террористами надо вести переговоры и проводить такие обмены, по примеру, израильского? Или никаких переговоров, никаких контактов, просто уничтожать? С точки зрения гуманности, с террористами надо вести переговоры, любой ценой вынимать своих детей. Но в свое время Гюлла Коэн, такой человек был в Израиле, вполне правый политикой, до сих пор, насколько помню, говорила, когда во время Ливанской войны организация «Четыре матери» пацифистская требовала любой ценой это безобразие остановить, армию вывести, всех спасти, потому что у них дети попадали в плен. И она сказала, я их понимаю. Когда ее спросили, а что бы ты делала, если бы твой ребенок, вот твой сын попал в плен врагу во время войны? И она сказала, я их прекрасно понимаю. Я перевернула небо и землю. Я бы кричала так, что меня слышно было у Господа Бога. Но это не значит, что меня надо было бы слушать, потому что это война. Потому что если ты во время войны делаешь это, а борьба с терроризмом – это война, то те, кого ты освободишь, они убьют других людей и других детей. И у этих детей тоже есть родители. Потому что нельзя обменивать бандитов, убийц и террористов. По моему сугубому и глупому мнению, как человека крайне нелиберального, их, конечно, нужно расстреливать. Их надо казнить, их не надо держать в тюрьмах. И весь этот идиотизм на тему того, что им надо давать там пожизненный и за довольно большие деньги держать десятки лет, он настолько бессмысленен. Ну, я не гуманный, не европейский человек. И мы еще увидим, скорее всего, как Европа или не останется на своем месте, или она придет к тому, что называется возвращение смертной казни за терроризм, с особо тяжким присутствием. Да, но сейчас на Европу довольно странные пошли накаты. Ну, как в частности, вдруг стали требовать мусульмане от швейцарцев, чтобы они сняли крест с своего флага? Во-первых, они абсолютно правы, потому что раздражает. Более того, я понимаю, насколько это раздражает. А у нас, например, двуглавый орел на гербе. Надо ли нам потребовать от кентукки фрай чикен, чтобы они сняли употребление этой курятины, которая, конечно, не двуголовая, но крылья там есть, лапки там есть и грудка там есть, хотя и без нашего герба. А почему только от Швейцарии? А у нас же это тоже было. Нас же требовали люди снять с герба Георгия Победоносца. Что за безобразие? У нас крест, кстати, на короне этой имперской. Почему безобразие? И я пытался понять, почему меня в качестве еврея это совершенно не волнует. Есть история страны. Она прожила всю свою историю, так на минуту около тысячи лет, как страна христианская и православная. В этой истории было разное. Там церковные расколы, погромы, войны, ну и чего дальше. Но это же её история, у неё такой герб. Почему меня это не волнует? А там, ну, в тех, как сейчас помню, на фигулу Аширова, безумному высокоморального человека, за изнасилование отсидел, как в своё время. Это страшно волнует и дико оскорбляет. Почему вообще, говоря, меня не волнует полумесяц на всех безмалого флагах всех исламских государств? Ну, у них такая история, у них-то полумесяц, мало ли чего. Это болезненное желание заставить всех жить, как я хочу. У нас в Советском Союзе оно тоже было. Маленькую красную шестиконечную звезду или пятиконечную, да, как говорили у нас в Советском Союзе, и шестиконечную, как говорили, борьбу с сионизмом. Вот везде понаставить, и тогда всем будет хорошо. Ну, вроде, евреи же не пробуют навтыкать везде мугендоведов. А мне нравится, как пишут мусульманская община в Берне, значит, сейчас готовятся к запуску крупномасштабной кампании, чтобы убедить швейцарцев принять флаг, менее обидный для мусульманских иммигрантов. Это очень правильно, потому вот рождественские ёлочки в Англии уже запретили в школах во многих местах ставить из сказки о трёх поросятах из программы выкидывать в общеобразовательных школах. Потому что что же за безобразие такое детям обидно. Я развожу руками. Это не политкорректность, это кретинизм, доведённый до логического завершения. 5-5-3-3-ВЕСТИ. Политкорректность – это норма наших дней или кретинизм, доведённый до своего логического завершения? Что думаете вы? И как поступать с террористами? 5-5-3-3-ВЕСТИ. Интересно, что мусульманская община Швейцарии предложила заменить нынешний флаг на флаг Гельветической Республики, государство, которое на территории нынешней Швейцарии существовало с 1798 по 1803 год. Это красная, нет, зелёная, красная, жёлтая полоски. Значит, аргументируют это так. Будет более спокойно мусульманам жить в стране вот с таким флагом. Эти цвета похожи на нынешние флаги Боливии и Ганы и будут символизировать более прогрессивную Швейцарию, открытую ко всему новому. Я не очень понимаю, почему зелёная полоска должна символизировать открытость Швейцарии ко всему новому больше, чем существующий флаг, откровенно говоря. Может, она будет как-то портить настроение большему населению? Как-то всё-таки Швейцария не совсем мусульманская страна. Вопрос, а Красный Крест и Полумесяц обязательно сохранять Крест или тоже надо снять? В своё время был Красный Крест. Никого Полумесяца не было. Из политкорректности вполне совершенно нормально, поскольку международная организация, не флаг страны, был добавлен Полумесяц. Никто особенно не возражал. Когда еврейские соответствующие службы, Магендовид Адум, Красный Магендовид, попыталась что-то сказать, может быть, ну вот, чего-нибудь политкорректное. Как сейчас, помню, жёстко возражали. Хотя это тоже дало бы открытость ко всему новому. Это забавно. В общем, в Швейцарии растут антиэмигрантские настроения, друзья. Вот поэтому в Швейцарии минореты на самом деле проголосовало население. И как правительство не хотело бы минореты ставить, правительство достаточно левое. Ну, Швейцария такая странная страна, там по кантонам народ голосует. И вот как оно, население, проголосует, так оно и будет. Правительство ничего никому навязать не может. При этом Швейцария, ну, не самая бедная, не самая худшая страна мира. И, кстати говоря, довольно серьёзные вооружённые силы. Они у себя там в своих горах сидят, особо никого не трогают. Но армия, как выяснилось, очень серьёзная. Возвращаясь к тому, с чего мы начали, да, есть конкуренция за спонсоров у Хамаса в том числе. У Аль-Каиды свои спонсоры, а у Ирана своим. Сейчас, подожди, ты не убегай. Не дадут на Ближний Восток нам вернуться. Конкуренция, ну, и так там уже много были. Я просто не понимаю другого. Вот, а, например, мне некомфортно, что христианам и евреям тяжело живётся в Саудовской Аравии. А не хочет в Саудовской Аравии? А тяжело живётся, это как? Никак не живётся. Там евреям никак не живётся. То есть, не хотят ли они, чтобы действительно было более прогрессивно и воспринималось как демократично, и изменить флаг Саудовской Аравии? И не хотят ли они изменить меню в блюдах Саудовской Аравии, чтобы, например, христианам было комфортно, и они могли есть привычную свинину? Там кашерная тоже я предлагаю. А маца, она даже и ничего, с точки зрения халяля вполне может. А потом крайне неполиткорректно запрещать въезд вообще христианам в эту страну. Что значит, неполиткорректно? Нет, ну, во-первых, давайте говорить о том, что христиане туда могут без... там же посольства работают, да, там специалисты работают. Чего они не могут? Они не могут, не дай бог, завести Библию, они не могут, конечно, заводить всякие-то аксессуары типа креста. С евреями там понятно, там всё запрещено насмерть, а вот если вас ещё не дай бог... То есть евреи туда пускаются только после операции пришивания? Евреи туда пускаются исключительно в качестве... Да, из спины крест резать – это интересная идея. Если предложить её национальной гвардии саудовской, может, она и будет. Дело в том, что там евреев было много и христиан было много. Племена, исповедовавшие христианство и иудаизм, на территории нынешней Саудовской Аравии занимали и во времена пророка Мухаммеда ключевые позиции. И с Курешитами он в своё время то договаривался, то воевал, и, надо сказать, дожили и до Ибн-Сауда. Но уже при Ибн-Вахабе, вот как-то пророк, конечно, с кем воевал, с тем воевал, но при всех халифах и евреи, и христиане, бедуинские племена, такие разбойники, они там жили. Уже при Ибн-Вахабе, вот слова о том, что мы восстановим сейчас тот старый ислам, чистый, настоящий. Резня была страшной, когда на короткое время вахабиты брали Мухаммедину, и некоторые племена откочевали на север. Я знаю некоторых вокруг Хеврона людей, или город Ята, населён бывшими хиджатскими евреями, которые в XVIII веке откочевали на север, воевали ещё и в местных войнах. Что забавно, в конце XIX века, начале XX, перешли в ислам, то есть такое вот нормальное бедуинское племя, скот крадут, но у израильтян пастухов не убивают, потому что помнят, как они были евреями. А в XX веке при Ибн-Сауде вот это всё для всех кончилось. И даже для шиитов-то настали очень грустные времена, потому что население шиитской восточной провинции живёт в несильно льготных условиях. Они, конечно, мусульмане, но когда недавно местную девочку после группового изнасилования ещё приговорили к бичеванию за аморальное поведение, вот это было реальным таким отношением ваххабитского руководства Саудовской Аравии к своим шиитским подданным, которые, кстати, ниоткуда не понаехали, жили там всегда, но им так не повезло попасть в пределы этого государства. Я просто пожимаю плечами, потому что политкорректность работает там, где готовы прогнуть собственную историю, собственную политическую практику, под требование кого угодно, кто хочет этим воспользоваться. А, собственно, завтра почему не запретить в Швейцарии велосипедистов? Как в старом анекдоте. Вот нельзя евреев и велосипедистов. И все скажут, а почему велосипедистов там? Ну, вот швейцарцы не хотят, чтобы у них были минореты в новопостроенных мечетях. В Кёльне был большой скандал по поводу того, что минореты в Кёльнской мечети должны были стать выше, чем Кёльнский собор. А в каких-то местах? В городе Марсель, где выходцы из Магриба составляют четверть населения. В городе Мальме в Швеции, где выходцы из Сомали, из Пакистана составляют треть населения. Вот все это, которое там было все века, оно кончается. Во Франции сегодня у вас же больше практикующих мусульман, чем практикующих католиков. Ну, ладно, все не любят католическую церковь, особенно в Российской Федерации. Но, откровенно говоря, те мусульмане, которые во Франции, это же не наши татары, башкиры, сибирские народы, кавказские народы. Это такой страшный сон, по поводу которого Ахмад Хаджик Кадыров, когда вот эти люди приехали к нему в Чечню, помогать ему в борьбе с Россией. И посмотрел на них и объявленный джихад в России прекратил, на самом деле. Не случайно Рамзан Кадыров этих людей, иначе как шайтанами это просто не называют. А они-то и есть те самые вот истинные мусульмане, с их точки зрения, только они и есть истинные мусульмане, которые... Почему очень забавно, мы же с 1926 года салафитскому, ваххабитскому духовенству очень сильно помогали. В 1926 году, когда был всеисламский конгресс в Мекке, именно делегация советских мусульман, которые от большого ума туда направили, потому что они же освободились от колониальной зависимости, в общем-то легитимировала Ибн Сауда как претендента на верховенство в исламском мире. И даже в битвах с нашими басмачами и различными местными суфийскими лидерами, религиозными орденами, тарикатами, что в Центральной Азии, что на Кавказе, местными феодалами, очень активно использовались перевеженцы чистого ислама, о чем мы мало говорим. Они только в 80-х, до конца 70-х годов это было, и только в 80-х, когда в 79-м мы вошли в Афганистан под самый Новый год, вот тут наши союзники, и надо сказать, наши последовательные союзники по выжиганию различных догм, догм, не соответствующих этому чисткому исламу на советской территории, вдруг оказались гораздо более опасными врагами. Мы же помним, что такое афганские арабы, которые на саудовские, на катарские, на эмиратские деньги посылали убивать наших солдат в Афганистан, а потом в Чечню. А потом как-то вот сейчас это мягко так договорились, депутношения наладили. Американцам устроили 11 сентября, и дальше джихад сконцентрировался на Афганистане, на Ираке, но после ухода американцев мы продолжаем ведь оставаться мишенью. И ничего особо веселого тут не будет. Европа в этом плане просто демонстрирует, что бывает, когда у вас новых переселенцев 5% населения, 10% населения. И не из вашей бывшей империи, не из Советского Союза, как у нас таджики и узбеки, кстати говоря, приезжают, а люди, которые приезжают совсем с другого конца света. Совершенно не проникнутые ни общим языком, ни общей историей, ни желанием вообще с вами жить. Они хотят жить вместо вас, на тех условиях, на которых они хотят жить. Ну, правда, за ваш счет, судя по Европе. Тут никакая политкорректность уже не работает. Мы продолжим через пару минут. Ой, дорогие друзья, дорогие друзья, напомню, 22 числа в Питере я буду выступать. Если вам кажется, что я страшно жгу по утрам на вестях, то вы еще не слышали меня в реальной жизни. Время этих выступлений. Евгений Янович, послушав мое выступление в московске, в Амхате сказал, неясно, как тебя до сих пор не посадили. Ну, может и пристрелили, но поскольку бог Троицу любит, мы посмотрим. Опять, опять вот это со своей Троицы. А поговорки в конечном счете. Нет, ну на самом деле страшен Соловьев в эфире, но в выступлениях своих действительно куда как более чем. Что говорит о том, что есть им демократия в Российской Федерации, потому что попробовал бы он в советские времена такие вещи говорить. Даже не и при Сталине, а при Алине, а не далече Брежневе. Вот я бы на него с интересом тогда посмотрел, сколько бы он продержался в эфире. Ну, имеется в виду, в эфир бы меня никто бы и не пустил тогда. Ну, да. Счастье тогда это решалось просто, да. Быстро это решалось. Поэтому эволюция демократии вообще очень интересная вещь. Всем хочется, чтобы она была сразу, немедленная и примерно как вот где-нибудь у соседей, где она тысячу лет развивалась. Не бывает так. Ключевая фраза Сатановского. Они хотят жить не с нами, а вместо нас. И политкорректно здесь не работают. Согласен. И они едут, что действительно это блестяще сформулировал. Так ведь жизнь такая. Я тебе скажу, что Адам Михник после моего выступления на Ярославском форуме пришел в дикий ужас. Вот такой симпатичный, вполне старенький человек из профсоюза «Солидарность». Я вдруг на его блоге прочел, что это была жуткая ксенофобия. Истинно, вот русское звериное мурло национализма показало себя. У тебя есть? Ну, на самом деле, я, видимо, и есть звериное мурло русского национализма. Развожу руками с точки зрения европейской политкорректности, безусловно, да. Я всего-то попытался залу, половина которого действительно была европейца, просто рассказать, как мы видим, чего у них происходит. Потому что, ну, конечно, абсолютно суицидальная ситуация. На сегодняшний день от 50 до 70 тысяч человек переходят в ислам во Франции, Англии, Германии ежегодно. Господь с ними имеет право, ради бога. Ну, хочет человек там перейти в ислам. Ну, ладно. Порядка пяти тысяч семей, это просто данные по местным спецслужбам, мгновенно переходят в ислам, однако же, радикальный. И около тысячи по каждой из этих стран. Это народ, который рвется в джихад. Просто это целая группа уже, кластеры такие собрались. Причем взрывной рост сейчас. Вот какие-то почтенные бюргерские немецкие семьи. Девочки выходят замуж за представителей турецкой, марокканской и прочих общин. А статус как повысить у семьи мужа? И вот она рвется в Афганистан в какой-нибудь джихад. Там довольно много этих уже не девочек с детьми на руках сидит. Кто-то взрывается, кто-то приезжает обратно, устраивает теракты. Мюнхенская группа вот сейчас. То есть Европа столкнулась вот просто на протяжении последних двух-трех лет с совершенно новым фантастическим явлением. Это этнические европейские люди, никого отношения к Ближнему Востоку не имеющие, которые больше аль-Каида, чем сама аль-Каида. И, кстати, Америка начинает. Причем там это все очень политкорректно. Там и евреи есть. Из, в том числе, радикальных таких консервативных, ортодоксальных групп. Я знаю минимум трех людей на достаточно высоких иерархических постах в аль-Каида. Понятно, что они бывшие евреи, они теперь новые мусульмане, но весьма-весьма толковые, продвинутые. Вот эти люди и работают в интернете. Эти люди отрабатывают технологическую сторону различных терактов. И это означает, что в России за этим надо следить очень и очень быстро. Ну, мы уже сейчас с этим столкнулись. Ну, это мы столкнулись, на Украине. Ну, имеется в виду, на России. Мы еще не столкнулись. Нет, нет, имеется в виду, когда... На Украине полтора миллиона человек перешло за последние десятилетия. Благодаря политике... Имеется в виду, мы столкнулись, когда мы ждали определенный тип лиц. Ну, то есть... А выяснялось, что абсолютно славянские лица совершали теракт. Ну, мы с этим столкнулись, да, и у Саида Бурятского, и у многого еще. Но на самом деле здесь уже не тип лица же. Это, кстати, к вопросу о понаехавших. Радикальные идеологи, как выясняется, в том числе распространяемые совершенно виртуально через интернет, оказывается, для определенного психотипа людей очень привлекательны. И выясняется, что бессмысленно говорить о том, что вот ты не пусти сюда всех таджиков или всех узбеков, и все будет хорошо. Нет, не будет. Ситуацию тщательнее надо отслеживать и работать с ней. В том числе по зачищенным районам, потому что в свое время же на Северном Кавказе практически всех эмиссаров из арабского мира, когда Басаева ликвидировали, удалось убрать в мир иной. Ну, как говорят израильские спецслужбы, если люди хотят встретиться со своим создателем, имеют полное право, наше дело только обеспечить эту встречу. Вот, а на сегодняшний момент довольно много народу опять приехало. И довольно много народу местного воспитало. к вопросу о том, что нельзя все закончить и на этом успокоиться. Это процесс, который надо поддерживать. Как с осенней листвой. То есть, сколько не мети, а каждый день мести надо. Но ведь не необходимо. Потому что если не будешь мести, то все закончится быстро и плохо. Но если ты не будешь мести, то у тебя асфальт через несколько лет закончится, и будет гора мусора. А потом все одичает. Вот примерно так. Социальная среда, она же как природа. Ее или подчищаешь постоянно, или все будет очень грустно. Глубоко. А есть кому мести? Мести кому есть. Нет, ребята, спецподразделение есть. Имеется тот уровень, который не испугается. Нет, нет, я как раз о специалистах. Есть кому. Проблема в том, что у нас пока что очень тяжело с сращиванием профессионалов, силовиков и профессионалов с мозгами и знанием регионов, языков и много чем еще. Опять, ну нормальная ситуация, когда у вас там в какой-нибудь высшей школе КГБ там преподавали страноведение, это значит, что вы должны по барханам ползать, по джунглям, по болотам и прочим лесам и горам. А когда вместо этого вдруг специалистом становится человек со специальностью там юрист-международник, то это значит, что для корпорации он куда как хорош, а для оперативной работы он никуда не годится. Да и не для того, когда детей блатных 70-х годов с конца начали в силовые структуры, в самые что ни на есть правильные структуры для биографии пропихивать. И, к сожалению, это не только у нас, это же и у американцев, это и у европейцев. У израильтян не та ситуация, там фронт, там вот эти дети из блатных семей проходят, конечно, элитные спецподразделения, так они ведь воевать там должны. Поэтому те, кто не хочет, они сразу своих отправляют там куда-нибудь учиться в Америку, где нет военного призыва. Такое тоже есть у израильских политиков. Но если он уже пошел, то он делом занимается. Вот у нас, к сожалению, доживает сейчас последнее поколение там великих этнографов, этнологов, лингвистов, регеноведов, люди типа Александра Александровича Игнатенко, академика Арутюнова, лучшего, видимо, кавказоведа планеты Сергея Арутюнова, много таких. Вместо ежедневной работы с ними, всех, кто должен у них учиться, ну, развожу руками, что имеем, то имеем. А потом мы же перешли в телевидение, у нас популярно ток-шоу, толпа народа, дикий крик, два гения, пять умных, десять полных идиотов, и у всех политкорректное одинаковое время на то, чтобы они что-то сказали. Вот эти толпы, которые стоят там по разные стороны, да, в разных там, люсь сидят в креслах. И такого, глаз народа, еще чего-нибудь в этом роде, каждый имеет право сказать. Слушаешь, очень грустно, потому что два-три человека, которые, вот их надо оставить в этой передаче, и пусть они говорят, а всех остальных надо убирать. — Справедливо. Итак, к сожалению, мы вынуждены уже заканчивать. Спасибо, Евгений Янович. Вы сегодня родили две фразы, которые народ подхватил, и в диком восторге от гениальной фразы политкорректность — это кретинизм, доведенный до своего логического завершения. И вторая еще была. — Вторую... — Про вместо нас. — Про вместо нас. Да, это, конечно, блестящая фраза. — Жизнь такая. — Вы обогатили, скажу честно, обогатили уж точно мой сегодняшний день. И тему несколько отличающейся, но тоже вместе с тем очень важную, о смерти в СИЗО, о постоянном давлении на правоохранительных органах, что происходит в нашей стране, нет ли войны правоохранительных органов против народа, с другой стороны, как бороться с диким валом преступности. Мы поговорим в программе «Поединок» сегодня вечером на канале «Россия». Генри Марк и Черезник, адвокат общественной палаты, Владимир Семенович Овчинский, доктор юридических наук, генерал-майор милиции в отставке. Диаметрально противоположные позиции, у каждого своя мотивация, очень талантливые и жесткие спикеры. Голосуйте, но вечером.